Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, и сегодня мы постараемся на него ответить. Как перестать искать справедливости и начать искать любви? Действительно, даже библейская культура, библейский текст нас очень к справедливости сподвигает. Даже, можно сказать, большая часть Библии, вот ты возьмешь, и большая часть это будет про справедливость в основном, про справедливость божественную, как она проявляется, пусть и с некоторыми исключениями, где Господь все-таки прощает и щадит, несправедливо поступает. Потому что Ветхий Завет весь, который по объему больше нового, он, по сути, учит людей справедливости. Это тоже уже достаточно тяжелая задача. Если мы помним такая вот гагентотская мораль, да, вот люди, которые вне какой-то библейской парадигмы жили и даже старались как-то честно жить, там, их исследователи спрашивали, что такое хорошо, что такое плохо. Ну вот хорошо, это когда я козу украл у другого племени, а плохо, это когда у меня украли козу. Да, то есть, вот, ну ни о какой справедливости даже речи не идет. А вот, в принципе, уже человек, который рос в Ветхом Завете, ему было проще принять Христа, потому что он уже чуть-чуть справедливости за Ветхозаветное время научился. Да, там, око за око, зуб за зуб. Глаз выбили, выбей глаз. Зуб выбили, выбей зуб. Да, там, напали какие-нибудь наплеменники филистимляне, Господь их покарает и вот и своим чудом, и богатырь какой-нибудь Самсон, да, там, их там всех тоже от слины челюстью сможет победить. Справедливость будет восстановлена. Проблема была в том, и это как раз проблема тех, кто чаще всего спорил со Христом, именно вот законников, фарисеев, книжников, в том, что они настолько вот вцепились в Ветхий Завет, что не хотели делать следующий шаг, они оставились на вот этом уровне справедливости. То есть раз там по правилам, Господь исцеляет прокаженных, вспомните, и говорит им, как правда надо поступить по Ветхому Завету. Иди, проверяйся у священника, он смотрит и свидетельствует, сошла тебе проказа или нет. И вот пошли десять, а вернулся только один. То есть девять пошли выполнять Ветхозаветное правило. А десятый очистился и понимает, что он очистился, идет благодарить Христа. Хотя он не может к нему подходить и его благодарить, пока он не проверился у священника, что священник не засвидетельствовал. Это религиозное нарушение. Точно так же, как Господь берет и исцеляет в субботу Сухорукова в храме. Человека с парализованной рукой, высохшей, безжизненной. И тоже по закону несправедливо это, потому что по справедливости нет. Шесть дней-то занимайся какими-то такими земными делами, в том числе исцелениями. А вот седьмой день только Богу посвятили. А Господь показывает, что берет и поступает не по справедливости, а по любви. И наоборот, этим шокирует. Он специально делает посреди храма, где самые законники, естественно, в субботу собираются. И третий тоже, вот хотелось бы вспомнить случай, это про женщину-блудницу. Приводят и говорят, прям цитаты говорят. Вот по нашему закону надо ее побить камнями. А Господь ничего не отвечает. Да, и только потом уже там чертит вот что-то там на земле. И только потом его наставят, наставят. Он говорит, ну хорошо, хорошо, вот кто без греха, первый бросай в нее камень. Первый бросай. И вот, ну все люди все-таки пришли к своей совести и разошлись. И вот как раз третий пример, это то, что нам нужно максимально запомнить. Потому что если мы хотим отношений по справедливости, Бог к нам будет относиться по справедливости. Если мы будем по справедливости в грешниках кидать камень, то и Господь, ты пришел на старше суток, он тебе скажет, ну были же у тебя грехи. Да, может ты таких-то, таких-то, таких-то грехов не делал, а вот один грех даже у тебя был, все, в ад иди, в раю только безгрешные люди. А Господь вместо этого поступает с нами по любви. Господь вместо этого берет и за нас, за грешников, которого грехами оскорбляют, на крест входит и терпит страдания, распинается. Потому что он нас любит. Это несправедливо. И люди его только и бьют, и унижают, и смеются над ним, а он страдает и говорит, очень не ведет, что творят. Потому что так поступает Господь. Вот я бы хотел, вот хоть уже мы несколько евангельских примеров перевели, но все-таки еще открыть Евангелие от Матфея, пятую главу, и прочесть 46 стих. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Мытари, ну вот эти сборщики податей, которые на оккупантов, на римлян работают, наживаются на горе своего народа. Вот тоже как раз в чем смысл любить тех, кто тебя любит? Да, это тоже, это уже не любовь, это справедливость. Почему человек кажется, ой, перестать искать справедливость и начать искать любовь? Да я же и любовь нашел. Так нет, ты нашел не то. Если ты любишь любящих, это справедливость. Это до любви еще ты не дорос. Да, может какие-то, ну, начатки есть уже неплохо, потому что есть люди, которые и не любят тех, кто их любит, и не заботятся, и неблагодарны. Не, об этом речи не идет. Но это не тот уровень. Нам Господь предлагает уровень не мытаря, а предлагает уровень самого себя. Уровень Бога, который возлюбил людей и готов за них умереть. И поэтому и мы тоже должны поступать как Христос. И для этого у нас есть главный стимул. Первый стимул, это я сказал, да, чтобы как раз, ну, Господь нас не покарал точно так же, как вот мы по справедливости, пусть и грешников вокруг себя к ним относимся. Но куда более важный, куда более важный стимул, это просто стимул не отрицательный, ой-ой-ой, Господь там накажет, а стимул быть с Христом. Потому что Царствие Небесное может наследовать только Сын Царя Небесного, Христос. И те, кто Царю Небесному становился, стали как Он. И если мы хотим наследовать Царствие Небесное, то мы должны, как Христос, всегда справедливость отодвигать, всегда справедливость переступать для того, чтобы поступить по любви. КОНЕЦ КОНЕЦ